Дамы и господа, хочу всех вас попросить о помощи. Дело в том, что у нас возникли разногласия с администрацией YouTube в некоторых моментах и понадобились кое-какие пруфы. Теперь о том, какого плана помощь нужна, там все просто на самом деле. Зайдите в YouTube, перейдите на страницу реальной журналистики, раздел видео и просто сделайте вот такой скриншот. Ну, у меня 15 роликов отображается, у вас может быть больше или меньше. Все зависит от настроек компьютера, просто сделайте этот скриншот и отправьте его мне по электронному адресу, который видите на своих экранах. И mrnews.sobaka.inbox.ru Для чего это нужно? Это необходимо, чтобы иметь представление, какие ролики из опубликованных зрителю доступны, а какие YouTube скрываются. Также напишите, пожалуйста, в этом же письме приходят ли вам уведомления о новых видео. Бывали ли случаи, когда из-под роликов исчезали лайки и комментарии, оставленные вами, а может быть вас вообще отписывали от канала без вашего ведома, очень прошу. Потратьте несколько минут на этим, вы здорово мне поможете. Спасибо. Ух ты, депутаты о холопах вспомнили. В Госдуму внесли законопроект об отмене пенсионной реформы, точнее не совсем об отмене, а об ее отсрочке. Как минимум до 2035 года авторами инициативы выступили парламентарии от «Справедливой России», которые вдруг осознали, что идея с повышением пенсионного возраста провалилась. Экономически вместо обещанных плюсов мы получили армию никому не нужных тружеников предпенсионного возраста, коих работодателей зачастую не хотят нанимать на полную ставку. А еще мы получили обрушение рынка вакансий, как следствие снижения уровня доходов граждан в условиях вот этой вот искусственно созданной конкуренции. Физически да не доживают просто некоторые до той пенсии. А что с их деньгами до сих пор непонятно? Да ладно, серьезно. Вот они прямо расчухали оное наконец. Послушай, если сам не знаешь, какие люди нам нужны. «Умри до пенсии, товарищ! Спаси бюджет своей страны!» Кстати, досталось и пенсионному фонду. Это крайне неэффективный посредник, и между людьми и бюджетом страны, который съедает огромные деньги на свое содержание, его необходимо ликвидировать. Миронов сказал, не я придумал. Впрочем, вот на этом месте хотелось бы остановиться и сделать небольшое лирическое отступление, начиная. Итак, первое, что меня интересует, а где Миронов со своими депутатами был раньше? Ведь два с половиной года прошло с момента, прошу отнестись к этому с пониманием и последующего одобрямства. Два с половиной года, что они делали все это время? Буквари звучали, чтобы сейчас вот этот вот свой законопроект написать. Второе. Я, конечно, не стану утверждать, что умнее депутата, но и я. И многие мои коллеги, журналисты, блогеры, общественники, еще тогда, в 2018-м, до фееричного путинского обращения к нации, как раз обо всем этом предупреждали, больше скажу. И Навальный об этом говорил. Навальный, которого сегодня тот же Миронов во враги народа громко записывает. Эта так называемая реформа сделает людей в нашей стране гораздо беднее. И мы с вами должны сделать все, чтобы не дать этим планам осуществиться. Речь ведь идет уже не о таком теоретическом, а о совершенно конкретном нашем будущем. Или тогда это считалось вражеской точкой зрения, а сегодня стало патриотической? Ну да мы отвлеклись, друзья, я к чему все это. Врут они нам, не ведитесь. Просто выборы на носу понадобилась какая-то позитивная повестка, лучше с социальным уклоном, дабы Ваню задобрить, обо***ть пенсионную реформу. Как раз то, что нужно, может выстрелить. На самом деле данный законопроект перспектив не имеет. Его никто никогда не примет. Хотя бы потому, что отыграть теперь взад, значит признать, что ядро и Путин в 2018-м обманули людей. А впрочем, до сентября Тапи Сурька в Госдуме все-таки проболтается, поскольку отклонить предложение ср прямо сейчас еще большими негативными последствиями для партии царских халуев чревато. Короче, вот такая вот загогулина получается. Разводят как лохов. Это реальная журналистика. Поехали! Ну и раз разводила виначили в Хабаровский край, вас приглашаю, где уже более года, с легкой руки великого кормчего и его хитрых товарищей проворачивают аферу под названием «Дальневосточная ипотека». Замануха в том, что ипотечные кредиты населению там выдают якобы под 2% годовых всего. Ну согласитесь, круто, где ты еще ипотеку под такие проценты возьмешь? Хабаровский край вошел в тройку лидеров по количеству заявок на ипотеку по 2%. Там программа запущена полтора месяца назад, и можно говорить о первых результатах. А вот теперь немного правды. На самом деле ипотечные кредиты банки на Востоке выдают по той же ставке, что и в Москве или там в Екатеринбурге от 8-9%. Просто разницу банкирам оплачивает государство за счет бюджета, то есть мы с вами налогоплательщики. Но вопросы на этом только начинаются с самой простой. А как долго государство сможет такую программу на себе тащить? На дворе ведь затяжной кризис, с нефтью беда, а рубль валится. В бюджете дыра почти в триллион уже в этом году. Год только начался, а дыра есть, поэтому я и спрашиваю. Как долго Минфин протянет с этими субсидиями? Где гарантия? Что завтра? Счастливым новоселом не скажут ребята. Госпрограмму свернули, поэтому платить теперь вам придется по полной. Не можете? Освобождайте квадратные метры. Вот вам внесенные 3,50, которые успели обесцениться и не только из-за падения рубля. Под льготную лавочку ведь цены на недвижимость в том Хабаровске взмыли вверх. В центре, о Хабаровске самом, то новостройки сейчас средняя цена за квадрат предлагается от 90 тысяч за квадрат и 110 тысяч за квадрат. Ну и еще один момент, он самый интересный. А нафига Козе Баян вообще? Зачем государству придумывать такую сложную схему? Ну, чтобы было совсем доходчиво, давайте просто посчитаем. Итак, представим себе среднестатистическую хабаровскую семью Иван Дамария. Ребята берут ипотечный кредит в 3 миллиона рублей на 20 лет. Цифру взял с потолка для удобства расчетов. Если посредние ставки в 9%, то им придется отдать банку 6,5 миллионов рублей в общей сложности. То есть, 3,5 миллиона они переплатят. По льготной же, типа 2% ипотеке, наша семья вернет всего 3,6 миллиона, 3 ляма сэкономит. И вот тут, наконец, мы подошли к главному. А ведь те оставшиеся 3 миллиона разницы, они никуда не денутся. Их все равно придется заплатить, только сделает это бюджет. Так вот я и спрашиваю, зачем в данной схеме банк? Не проще было бы эту молодую семью профинансировать напрямую. Ну, раз вы так хотели людям помочь. Или купите Ване и Машу квартиру с условием, что люди обязуются там 15-20 лет отработать на этом Дальнем Востоке. Только тогда она перейдет в их собственность. Нет. Государство так не делает. Они, повторюсь, зачем-то кладут бабки в карман к банкиру, еще и проценты за это платят. Догадались уже, к чему я веду? Что это значит? Да это значит, что мы снова имеем дело с очередной историей под моего бабла. Вуаля! Не будьте лохами, вас разводят. Вот она, наша хваленая стабильность. Вранье и кидало во сплошное, причем на государственном уровне. Ну и к заявленной теме. Устал я уже слушать этот бред. Ай, будет война. Границы с Украиной войска стягивают. До чего вы ведетесь-то каждый раз на представление нашего прославленного оскароносца? Давайте по пунктам. Раз. Войны затеваются ради какой-то цели. В 99% случаев эти цели экономические, то есть выгода. Что России может понадобиться на Донбассе, где сейчас якобы войнушку Путин собрался затевать уголь? Да у нас этого угля у самих хоть жопа ешь, никому не нужен. Не знаем куда продать, тогда какой смысл? Два. Все самое дорогое, что есть у российских элит, я имею ввиду сейчас тех людей, в руках которых сосредоточены по-настоящему большие деньги, которые, в отличие от нас с вами, в этой стране что-то решают. Так вот, все самое дорогое для этих людей находится на территории вероятного противника. Им эта война на кой ля? Стать там врагами и лишиться своих капиталов. Они для этого 20 лет воровали, чтобы сейчас ради пункта горстки. Престарелых скользких политиков все потерять не дадут, а не эту войну развязать. Ну и три. Война стоит денег, это не дешевое удовольствие. Кто-то должен его профинансировать. Кто? Прослушайте еще раз пункт два. Вообще, мне кажется, что всю эту шумиху вокруг возможности начала войны затеяли с одной целью. Выборы ведь приближаются. А в Кремле прекрасно понимают, какие рейтинги сегодня у Единой России, какие рейтинги сегодня даже у Великого Курмчева, никакие нулевые. Поэтому выиграть эти выборы им просто нереально. Поэтому они будут шельмовать. Да, они всегда шельмовали, но в этот раз они будут шельмовать, как и никогда в жизни, разумеется, могут возникнуть вопросы. Вот для этого и нужна опасность, чтобы сказать, Ребят, да вы что, на границе тучи ходят хмуро, не сегодня-завтра на нас вороги нападут, а какой демократии вы говорите, нам бы стабильность сохранить. Вот и весь хрен до копейки. Вот для этого и весь театр устроили. Кстати, по тем же самым причинам невозможного в нынешней России появления железного занавеса, о котором тоже постоянно болтают разные умники элиты, опять же не дадут. Вы когда-нибудь задумывались, кто на самом деле был инициатором развала СССР? Правда, верите, что Ельцин, Бурбулис и прочие товарищи с низкой социальной ответственностью из КПСС? Да политики это всего лишь куклы, которыми управляют. Которые за деньги на публике рты раскрывают. Хозяин, что дергает за нитки, это богатый дядька, действующий исключительно в интересах собственной выгоды. А теперь задумайтесь, что имели советские подпольные миллионеры? Например, да ничего. Резаную бумагу, лежащую под корягой. Да, у них были большие деньги, но в Союзе на эти деньги они не могли купить ничего. Они не могли их потратить. А на кой черт нужны миллионы? Если эти миллионы нифига не дают. Вот, ребята, и оплатили госпереворот. Возвращаемся в день сегодняшний, как считаете? Очень захочется какому-нибудь условному Дерипаске вернуться в то прекрасное время, когда богатым считался мужик на Волге, а слово сочетание «домик у моря» означало «это в Сачах» или «в Крыму». Все, захочется. Вот и посмотрите на ситуацию с такого ракурса. А я закругляюсь. Это была реальная журналистика. Подписывайтесь на оба наших канала. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. И я же за всем спешу откланяться. Пока. Пока.